МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От юго-западного до ново-южного района столицы ежедневно курсирует 13 лотосов. Еще 34 новых автобуса, способных перевозить сразу более 60 человек, появились на 33, 44 и 46 маршрутах. Горожане увидят маршрут номер 33 изменения. Это будут автобусы большой вместимости. В течение сентября месяца были вопросы, в том числе мы выезжали. Это новый город, который выезжает через ново-южный район. Ну и также, может быть, обратят внимание горожане, что сменятся автобусы с лотоса на Волгобасы на 44 маршруте. Ну, это, в принципе, не принципиально, поскольку как были автобусы большой вместимости, так и останутся автобусы большой вместимости на данном маршруте. С 1 октября новые автобусы должны были начать курсировать еще по двум маршрутам – 15 и 37. Но производитель лотосов сдвигает сроки поставки новых транспортных средств минимум на месяц. Так что горожанам придется потерпеть и пока добираться до работы и обратно на маршрутках, говорят в столичной администрации. Помочь старому человеку жить насыщенной самостоятельной жизнью. Такова основная цель гириатрической службы. За несколько месяцев работы центра здесь успели получить помощь около 400 пожилых. Лениамину Сорокину 81 год. Он приехал сюда из Вурнар. Сейчас устаём. Утром обычно мы на улицу выйдем. Садик тут, из-за ряда делаем. Потом завтракаешь, курс лечения начинается. Врач в первую очередь подходит. Она на нас ночей дает. Куда побежать, что делать, что лечить. Занятия ЛФК, школа скандинавской ходьбы, лечение теплом, подводный душ-массаж, лазерная терапия. Это неполный список процедур, которые могут пройти пожилые. И что особенно важно, пребывание в гириатрическом центре помогает сформировать так называемые навыки успешного старения. Они заинтересованы в активном образе жизни. Они активно занимаются физическими упражнениями. Физическую нагрузку дают себе адекватность. Занимаются в социальных кружках. Рисуют. Гириатрический центр открылся на базе клинического госпиталя для ветеранов войн. Выделены из бюджета Чувашской республики на госпиталь более 10 миллионов рублей. Из них 6 миллионов рублей у нас пошло на капитальный ремонт стационара и поликлиники, и благоустройство территории. И на 4 миллиона сейчас мы закупираем медицинскую мебель в обновь отремонтированное помещение. Сегодня 20% населения Чувашии – люди старше 60 лет. А значит, гириатрическая помощь в нашей республике будет востребована и получит дальнейшее развитие. В Чебоксарах за 6 лет на профилактические работы по сокращению количества преступлений направят 72 миллиона рублей. О том, как идет освоение бюджетных средств, говорили на этой неделе в столичной администрации. Часть денег ушла на ремонт участковых пунктов полиции по улице Гайдара 6 и в поселке Восточном. А по адресам Совхозная 7 и Привокзальная 12 строительные работы все еще продолжаются. В ближайшее время в городе появятся еще два новых пункта полиции – в Новоюжном районе и по бульвару Митова 37. Кроме того, жители 36 многоквартирных домов столицы захотели оборудовать камерами видеонаблюдения свои дворы и готовы софинансировать их покупку и установку. Так что до конца года на придомовых территориях появится еще почти 200 камер. Немножко неосвоение связано с направлением, связанным на размещение следствия массовой информации, информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений. Там мы тоже немножко переориентируемся в плане сейчас у нас в город захлестнула волна преступлений, связанных с телефонами, с контактами мошенничественными, так называемыми. То есть мы хотим там профилактическую работу более усилить. Десять финалистов. И каждый готов доказать, что он достоин награды. Позади два заучных тура, в которых приняли участие 22 преподавателя. Нынешний старт самый ответственный. В борьбу вступают лучшие из лучших. От идеи до успеха. Вначале презентация методической концепции, а затем наглядный фрагмент классного часа. Аудитория, с которой предстоит работать, незнакомая. Тематика – год театра в России. Вообще интересной фишкой моего классного часа будет это выращивание театрального дерева. Студенты окунутся в театральный мир, вырастут свое дерево, свое древо, и покажут его другим участникам, членам жюри. Пока одни собираются с духом, другие защищают свои проекты. Ребята оказываются вовлеченными в это творческое действие. Мы выделили 7 основных пунктов, почему же молодежь не посещает театр. Первый и, пожалуй, самый главный из них будет стереотипы. Потому что большинство молодежи представляет себе театр как заведение для тем, кому за и троеточие. Я думаю, что я со своей задачей справилась. Особо хочу отметить очень большую поддержку со стороны студентов. Работали очень хорошо, замечательно, были активными. Конкурс проходит впервые. Таким образом, в республике решили поддержать престиж профессии. На преподавателях лежит очень большая ответственность за воспитание нашего поколения. Поэтому мы решили их поддержать таким конкурсом. Мы уверены, что они продемонстрируют все свои лучшие качества, весь свой креатив, всю свою творческую энергию. Кураторы демонстрировали свои знания инновационных форм и методов проведения классных часов. Анализировали культурное наследие Чувашии, говорили о духовных ценностях. По итогам конкурса лучшим куратором стала Наталья Кириллова, преподаватель Межрегионального центра компетенций Чебоксарского электромеханического колледжа. Жюри определило победителей и в других номинациях. Так, единственный конкурсант-мужчина Александр Ильин удостоен диплома за лучшую педагогическую идею. Участники говорят, что выбрали для себя профессию по душе. Пусть она и требует эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, но зато и отдача большая. Вот тут написано Чебоксары, Красная площадь, 02-10-2019, слой 1-й, квадрат 17. Так оформляют каждую находку, будь то череп, гвоздь или кусочек керамики. Студенты педагогического университета работают здесь под руководством опытных наставников, историков и археологов. Специалисты изучают захоронение при Благовещенском соборе. Именно он был раньше в центре нынешней Красной площади. Раскопали несколько костяков. Тут можно увидеть. Вот это там еще. В руках у меня осколки черепа. Мы их достали буквально сегодня. Мы их специально упаковываем в пакеты и подписываем в каждый квадрат, где была найдена находка. Археологи описали рельеф местности, составили план раскопа, разделили поверхность на квадраты, каждый 2 на 2 метра. Это нужно, чтобы четко понимать, где нашли тот или иной предмет. Археологи отмечают и глубину залегания артефакта. Это поможет понять, к какому веку он относится. Слой 20 века, вот до этого. После этого здесь уже идет 16-19 века. А как вы определяете? По кирпичам, которые делали в советский период. Вот это? Они отличаются, прежде всего, от остального периода своим составом. Чебоксары вообще горели очень много раз. И вот заметны следы этих пожаров. Это какой век? Это 18 век. Тут можно увидеть даже кости, которые были перемешаны в ходе строительных процессов, которые происходили в 20 веке. И мы здесь можем посмотреть историю до какого века? Здесь история до 15 века полностью. При реконструкции Красной площади ковш экскаваторов скрыл и фундаменты старинных строений, возведенных нашими предками. Они закладывали в основание песчаник, и потом сверху уже, вот видите, большимерный кирпич. Большимерным кирпичом они поднимали верхнюю часть фундамента. Это какого века фундамент? Ну, предположить только могу, 17-18 века. Может, это как раз от Благовещенского собора, Благовещенской церкви фундамент. Возможно. Для того, чтобы сказать точно, нужно время и исследование. Так, для изучения погребений наши археологи пригласили антрополога из Казани. Это поможет получить дополнительную информацию об этническом составе населения, особенностях его питания, болезнях того времени. Напомню, захоронение, которое историки относят к 17-18 векам, обнаружили рабочие при реконструкции Красной площади. Здесь должен появиться фонтан. При работе экскаватора строители наткнулись на человеческие останки. Ремонт остановили, оповестили все службы и ведомства. Для археологов над раскопом сейчас соорудили тент. Строители Дорис постарались. Вы видите, какой они нам помогли соорудить конструкцию, в которой ни дождь, ни ветер, ни плохая погода нам не мешают копать. Может быть, нам удастся уложиться в три недели, может быть, чуть больше месяца. Как поведет себя культурный слой. Вздух мы обнаружим что-то уникальное. А это вполне возможно. Ведь нынешняя Красная площадь во все века была центром экономической и ремесленной жизни города. Здесь располагались торговые ряды и дома богатых купцов, значимый для Чебоксар Благовещенский собор и кладбище, где хоронили известных горожан. Сейчас историки работают на строго определенной территории. Им дали месяц на раскопки, чтобы строители успели вовремя завершить реконструкцию объекта. 120 квадратных метров площади и около 3 метров глубины. Археологи слой за слоем изучают все, что спрятала земля. Сейчас мы работаем на квадрате 12. И вот, кстати, что-то нашли. Что это такое и насколько важно для истории, решат уже специалисты. Ну а мы пойдем работать дальше. Кирилл Игнатьев в студию компьютерной анимации пришел в этом году. Это направление мальчик выбрал сам. С раннего детства он уже занимается вокалом и хореографией. Теперь появилось и новое увлечение. Я научился делать кадры и делать так, чтобы персонажи двигались. Чтобы записать Кирилла в кружок, его мама зарегистрировалась на сайте «Навигатор дополнительного образования». Получила электронный сертификат, выбрала Центр детского творчества и интересующее ее направление. Признается, процедура несложная. При этом на портале можно найти много полезной информации. Там есть информация о том, какие творческие объединения в этом образовательном учреждении, с какого возраста педагог принимает детей, чем они занимаются. Новая система направлена прежде всего на повышение доступности дополнительного образования. При регистрации на портале ребенок получает индивидуальный номер, который закреплен за ним с 5 до 18 лет. Каждый учебный год из электронной базы он может выбрать себе любой кружок, который будет оплачен средствами сертификата. 2019 год пилотный, и поэтому по Чебоксарам в системе пока представлены 200 программ дополнительного образования, но их число будет расширяться. С января будущего года по сертификату можно будет посещать кружки не только в государственных учреждениях, но и открытые на коммерческой основе. При персонифицированной системе финансирования бюджетные деньги следуют за каждым ребенком выбранный им кружок. В управлении образования города отмечают, это повысит конкуренцию в сфере дополнительных образовательных услуг и стимулирует педагогов к профессиональному росту. Если ему интересен, например, кружок робототехники в Чувашском госуниверситете, он с этим сертификатом идет туда, и деньги муниципалитета идут след за ребенком, получает ведагог, получает высшее учебное заведение, дополнительные финансовые средства. В то же время те кружки, где в какой-то стадии недорабатывается или же неинтересны для детей, то таким образом они не посещают, не записываются в этот кружок, он просто-напросто может и исчезнуть. Подтверждать сертификат необходимо в выбранном учреждении дополнительного образования. Для этого достаточно один раз прийти туда с документами, удостоверяющими личность родителя и ребенка. В Центре детского творчества «Чебоксар» записаться в кружок по электронному сертификату помогают методисты. Чтобы родитель мог активировать эту заявку, ему необходимо явиться в учреждение наше с пакетом документов, чтобы заполнить заявление и принести СМИЛС. Мы просим всех родителей принести ксерокопии СМИЛС ребенка, чтобы подтвердить заявку. В Управлении образования отмечают, в этом году, который является переходным к новой системе, родители могут записать детей в бесплатные кружки и по старинке, без использования сертификата. На все вопросы ответят по телефону горячей линии. Она работает с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов. Людмиле Никитина из Чебоксар на днях провели уникальную операцию на сердце, устранив все, что мешало органу полноценно работать. У пациентки в молодости ревматизм привел к пороку клапанов, а с возрастом еще появилась и ишемическая болезнь сердца. Состояние здоровья не давало возможности полноценно жить, сведя к минимуму физические нагрузки. Сейчас все в прошлом, впереди реабилитация. Волновалась, конечно. Это для меня вообще, это такая операция, это шок было. Потом переживала, переживала, ходила, успокоилась вроде бы. Вот я согласилась. Подобные операции считаются высокотехнологичными, и наши кардиохирурги уже успешно их практикуют пять лет. Во время оперативного вмешательства проводят остановку сердца, подключают аппарат искусственного кровообращения. Но сейчас технологии остановки более физиологичны. В настоящее время начинают использовать более физиологические методы остановки сердца во время операции на открытом сердце. Это кровяная кардиоплигия. Суть этой технологии заключается в том, что при операции, когда мы останавливаем сердце, для того, чтобы сердце жило, пока оно стоит, мы используем собственную кровь пациента, которую периодически проливаем в это сердце, для того, чтобы оно питалось. Этот способ помогает сердцу быстрее восстанавливаться после операции. И в дальнейшем период реабилитации пациента проходит в более короткие сроки. Мы проводим более двух тысяч операций на сердечно-сосудистой системе. Из них операции с остановкой кровообращения, с использованием аппарата искусственного кровообращения, более двухсот операций с помощью АИКа. Это 10% от общего количества. Естественно, вот эти 200 операций, это самая сложная, вот по технологии, самые сложные операции, вот эти 200, которые проводятся на открытом сердце. Естественно, мастерство проведения этих операций зависит и от квалификации кардиохирурга, и от квалификации врача-перфузиолога, врача-анестезиолога-реаниматолога, который участвует на равных в проведении этой операции. В проведении сложнейших операций всегда участвует целая команда профессионалов. Это лежит в основе любого успешного оперативного вмешательства. И потом должно что-то красивое получиться. Юная ученица 59-й школы знакомится с акваанимацией. Рисунок, созданный на воде, позже можно будет перенести на бумагу или деревянную поверхность. По соседству волонтёры учат детей лепить фигурки из песка. У педагогов школы номер 69 уже есть опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Они и раньше проводили занятия и мастер-классы как для ребят, так и для их родителей. Поэтому открытия студии здесь ждали. За победу в конкурсе школа получила 700 миллионов рублей. Эти средства помогли оснастить Центр инновационными арт-терапевтическими технологиями. Здесь и кинетический песок, и студия акваанимации, и многочисленные настольные игры. При создании Центра педагоги советовались с родителями детей с ограниченными возможностями. Тут у меня вот самые глаза разбегаются в разные стороны, столько всего нового и интересного. Я думаю, мы будем сюда достаточно часто приезжать, чтобы работать в этом центре. Заниматься в студии смогут не только дети с ограниченными возможностями, но и другие ученики, подчёркивают, в 59-й школе. Между тем, здесь готовят новый проект, который позволит школьникам с инвалидностью чаще посещать музеи, театры и другие интересные площадки города. КОНЕЦ